Я считаю это обвинение несостоятельным. В рамках предварительного следствия я представлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Я считаю, что религиозной речи, молитвы не может быть состава преступления. Это нонсенс. Это вообще недопустимый факт. Это, видимо, в силу того, что эти люди, которые ведут эти следственные действия, вели недостаточно сами религиозные, небогобоязненные и, соответственно, не соблюдали нормы закона. Следствие провели с нарушением законодательства, ряда процессуальных норм. Единственным документом, который легло в основу, является экспертиза, психолого-лингвистическая экспертиза. И вот тут возникает как раз таки момент, который показывает незащищенность религиозных деятелей, вообще тех, когда специалисты и эксперты дают те заключения, которые удобны стороне обвинения. И при том используются такие имена, которые сами являются разработчиками своих методик. Это все равно, что адвокатам поручит разрабатывать закон, как защищать. Поэтому я вижу в этом некую опасность, потому что это некая каста специалистов, так называемых экспертов, которые работают на старые обвинения. Хотя они предупреждаются об уголовной ответственности, но нарушений мы видим. Однако посмотрим суд, как оценит. Но тем не менее, я считаю, что два еще свидетеля есть такие засекреченные. Их лица мы наверняка никогда не увидим. Но почему-то они появились через три года после прочитанной молитвы. Теперь, если остановиться, в чем его обвиняют? В том, что в Дагестане был убит некий Абдулла Гапаева, мусульманин. И когда к нему обратились одни из прихожан, сказали, вот убили нашего брата, не мог бы о нем прочитать, скажем, за упокойную молитву. Он прочитал, рассказал о нем, сказал, умер активный член исламской умы. И такой-то мусульманин положительно отозвался об умершем человеке, как и полагается, любому религиозному деятелю. В этом усмотрели поддержание практики терроризма. Что даже опасно вот эти слова произносить. В обвинительном заключении мы сегодня говорили, обвинители 133 раза упоминают эту партию. И источники ссылаются на то, что тот Гапаев был членом этой партии. Тоже на сайтах из Буттахреля Алислами, запрещенной Россией, признан террористист. Поэтому очень парадоксальное обвинение. Я не знаю, каким образом обвинение будет защищать собственную позицию. Но, тем не менее, как проведено следствие, хоть в полной мере недоволен я, частично согласен тем, что все-таки удалось избежать домашнего ареста, переквалифицировать частью вторую на часть первую. То есть было тяжкое преступление, стало средней тяжести. Там было до 7 лет, а тут от нуля до 5. Поэтому, но тем не менее, мы не собираемся признавать вину. Наоборот, мы не обязаны доказывать даже по законодательству свою невиновность. Но, тем не менее, мы будем это делать. Будем представлять доказательства. Сейчас мы послушаем, выслушаем свидетелей обвинения. После этого мы начнем представлять своих. У нас будет мощная группа религиозных деятелей российских. Мы будем оценивать с точки зрения ислама этот текст. Прокуратура будет с точки зрения закона. В том числе я, адвокат, буду уже оценивать, как состязающая сторона обвинением. И перед судом станет непростая задача. Надо будет принять решение. Вообще, имеет ли право, я считаю, государство вторгаться в сферу религии в такой форме, как это было сделано здесь. То есть религия отделена от государства. Есть нормы. Конституционная норма 28. А тут решили оценить религиозный текст худбы, который базируется на основах ислама. Я считаю, в этом не разобрались следствия. У меня есть большие сомнения, учитывая прокуратура. И вообще разберется суд тоже. Именно я имею в виду религиозной части. Но есть уверенность в том, что достаточно бойко начали сегодня процесс. Судьи смогут все-таки в процессуальных нарушениях разобраться. И мы поможем суду это сделать. И надеемся получить оправдательный приговор.